Жители Нарьинмара могут принять участие в рейтинговом голосовании за пять предложенных ранее территорий. Это проекты по обустройству парковки по улице Швецова, зона отдыха в районе медиастанции, благоустройство территорий в районе улицы Рыбников, спортивно-игрового кластера в районе домов по улице Строительная и создание современной игровой территории в районе детского сада «Радуга». С помощью рейтингового голосования определяется очередь благоустройства. Александра Литкова продолжит. За три года реализации проекта формирования комфортной городской среды в окружной столице благоустроены 42 территории. Есть большие, особо заметные проекты, такие как набережная в морском порту, парк на лесозаводе и сквер влюбленных. А есть не такие масштабные, например, новые пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, проезды, газоны и парковки. С 2017 года реализуется у нас в России программа «Комфортная городская среда» по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина. С 2017 года горожане Наринмара очень активно в ней участвуют. За последние два года нам удалось благоустроить и повысить уровень комфорта на более чем 40 территориях. И в этом году общая сумма бюджетных сигнований предусмотрена в размере порядка 120 миллионов рублей. Это все уровни бюджета, федеральный, региональный и местный. Из перечной территории, за которые горожане проголосовали в 2019 году, остались без обновления две. Спортивно-игровые площадки на пересечении улиц Менщикова и 60 лет СССР и по улице Комсомольская. Именно с этих двух проектов и начнется благоустройство в этом году. А это игровая площадка рядом с детским садом «Радуга», которую очень любят маленькие горожане. Но она сильно устарела. В планах мэрии сделать из нее современный спортивно-игровой комплекс. Ну, разумеется, необходимая современная. Территория большая, зданий целых четыре и детей предостаточно. Нам, мне кажется, для совсем таких малышей надо побольше, да? Да, побольше и по современнее, мне кажется. У детского сада на Швецово жители микрорайона и родители, дети которых ходят в ромашку, просят сделать парковку. Детям на детскую площадку тоже не подойти. Смотрите, кругом машины. Парковка вообще очень тут, конечно, нужна. Парковка, конечно, здесь необходима. Тем более, столько машин. Это только два проекта из пяти, которые участвуют в этом году в рейтингах голосования на очередность благоустройства. Как этого требует федеральный проект формирования комфортной городской среды. Территории, которые сейчас мы будем предлагать, они связаны с благоустройством автостоянок, детских дворовых площадок. Это такие большие территории, как у Рыбников 6А3. Это такие территории, как на улице Швецово, где садик Ромашка, ну и ряд других. Наши горожане, конечно, будут определять, именно они определят очередность воплощения, реализации этих территорий и дворовых площадок. Кроме того, по словам Олега Белака, в этом году за счет муниципальной казны будут обустроены дворы многоквартирных домов, которые очень нуждаются в новых местах для стоянок, а также междворовые проезды и тротуары. В прошлом году специально для этого закупили большое количество дорожных плит и гравия. Еще одно приоритетное направление – ремонт действующих асфальтированных дорог и долгосрочная задача по озеленению Наринмара.